Привет, друзья! С вами Санек, канал Циклон H04. Сегодня у нас сталк в Черновицкое метро. Залезем, покажем, расскажем. Ну, я думаю, будет всем интересно. Оставайтесь с нами. Отошли, друзья, на небольшое расстояние, чтобы не привлекать особого внимания со стороны местных жителей. Перелесу потоплено водой. Передвигаться без сапог, друзья, не рекомендовано, так как можно промочить море. Хоть глубина небольшая, но все-таки везде известняк и течет вода. Ну что ж, продолжаем наше движение. Народаем такие вот перепады известняковые. В них остатки пород. В самом туннеле имеются вот такие вот ниши. Ниши были предназначены для укрытия лютей. Так как некогда здесь ходила вагонетка, которая доставляла строительные материалы в глубь туннеля. И по данному поводу соорудили данные ниши. Болты немножко проржавели. В целом уровень воды здесь не поднимался выше, чем наполнено. Это видно по влажности с одной и с другой стороны. Имеются, друзья, вот такие вот известняковые наплывы. Имеются, друзья, вот такие вот крюки. Дальние крюки служили, скорее всего, для удержания кабеля при строительстве. Ну и подведения разных коммуникаций света для реализации строительства. Болты очень заржавели. Ну, двигаемся дальше. Встаем, продвигаемся? Да, продвигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Имеются вот такие вот, друзья, трубы дренажные, которые в большинстве своем уже не функционируют. Предназначены они для отвода воды. Ну что ж, глубина воды не очень большая, друзья, видите, да? Можно передвигаться. Имеем, друзья, вот такие солевые наросты. Наросты держатся на каком-то, какой-то корневой системе, а возможно даже на грибковом основании. Ну что-то вроде моха и тому подобное. Я не специалист, если знаете, подскажите. Ну что ж, двигаемся дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Переходы мёрусов, сейчас он подойдёт ближе и застеним его ментально и крупно. Имеем такую нишу. Видно, люди здесь шастали в 93-м году? Да, в отрождении, скорее всего. Думаешь? Думаю, что да. А может быть и год посещения? Возможно. Заметим, друзья, пошёл уровень вверх, так как вода уже уходит. Да, уровень изменился, кстати. Уровень, наверное, изменился в несколько метрах. Найдем, где у нас 115 метров. И так, друзья, подошли мы уже к первому и последнему перепаду. Вверх нас будет вести лестница металлическая. Будем надеяться, что металл не ржавый. Думаю, что у нас всё будет хорошо. Так. Вот такая, друзья, впереди лестница, уходящая наверх. Последняя дренажная труба. Внизу. Внизу наблюдаем остатки дерева. Ну что, ребята, поднимаемся. Ну что ж, вот Артур и пошёл. Друзья, пара неимоверных сортов. В общем, друзья, начинаю я подъём. Вот такая вот у нас лестница. Итак, друзья, вылезли мы наверх. Наверху у нас начинается следующая секция нашего туннеля. Везде имеются надписи, кто здесь был, кто здесь падал, кто здесь просто гулял. В целом у нас основа закреплена на такой металлической балке основательной и забетонирована. Имеются также дренажные вот такие отверстия, у которых трубы. Но эти отверстия, друзья, уже не функционируют. Чтобы их переделать, нужно затарять колоссальные материальные средства. Ну, конечно, никто их переделывать не будет. Ну что ж, продолжаем движение. И так, ребята, высота посвятина часа 130 метров. То есть 130 метров. Получается, что мы поднялись практически на 20 метров вверх. То есть метров 16-17. Что хочу сказать, друзья. По одной из версий по этому туннелю подвозили продукты панской знати. Ну вот, друзья, имеем первые сталактиды. Очень еще небольшие, но вода здесь капает довольно-таки давно. Возможно, это единственный источник воды в том туннеле. Ну, не считая щели, когда идут дожди. С щели, вода сюда попадает. Дождя у нас давно не было. Так что это потенциальные воды, которые здесь построили. Ну что, двигаем дальше. По некоторым данным, друзья, в этом туннеле имеют место железнодорожные рельсы, по которым катались небольшие вагонетки. До них мы еще не дошли, но все ждет нас впереди. Ну что, продвигаемся дальше, друзья. Друзья, может кто знает, пишите по какому поводу в данном туннеле был произведен такой перепад высоты и выстроена дополнительная секция на подъем вверх. Может быть мешали глинтовые воды, может быть еще какой-то фактор. Будет интересно Вас услышать, Ваше мнение. Так что пишите, комментируйте. Наверное, друзья, самое грязное место в данном туннеле. Вот такая вот ниша. Опять же, друзья, это скорее всего будет ржавый стал аптит. Ну, довольно прикольно. Вот еще один, понаблюдаем. Давайте так подсвечу его. И, друзья, здесь у нас обрубок бетона, где арматура вышла наружу. И, благодаря этому, вода у нас отвратительно ржавая. Видно, данное место хорошо подбивается водой, так как имеют место вот такие вот трещины в бетоне. Ну, арматура держит, я думаю, еще будет долго держать. Ну что, пошли дальше. На поле грызено такую страшную вещь. Похоже на корни. Я думаю, что это ведьмин волос. В большом количестве его наблюдаем. Видно очень агрессивное растение. Ну что ж, двигаем дальше. Потихоньку, друзья, со всей стены идет такая капель. Капель. Видимо, уровень тут довольно-таки неплохой. И она раскинулась по всей верхней стенке. Ну что ж, друзья, двигаем дальше. Еще одна ниша, друзья. В этой нише, очевидно, некогда полили какой-то костер, так как имеет место уголь и остатки угля. Да и сама ниша, видим, несколько обгорелая. То есть имеются следы копоти гари на стенах. Итак, ребята. Я однажды побывал в пещерах. И когда мы спустились не на большую еще глубину, но дневной свет туда уже перестал попадать, спелеолог нам показал истинную темноту. То есть попросился выключить фонарики. Мы это сделали. И на самом деле темнота полная. Потому что свет вообще не попадает. Вот такая, как мы себе представляем. Мы сейчас вам ее покажу. Камера, конечно, это не передает. Но постараемся это сделать. Итак, ребята. Смотрим, допустим, прямо. И выключаем полностью фонарей. Вот так вот. Кромешная тьма. Ну что, друзья. Начну с того, что пар. Везде пар, друзья. Влажная атмосфера. Такая вот. Стресс. Все капает. Везде котель. Восемь стенка. Ручейки. Находимся мы в метро. Под Черновцами. В Черновицком метро, так званом. На самом деле. Это дренажная система. Которую мы построили в конце 70-х годов. Которая должна была служить для введения патентных ходов. Поэтому было решение принято соблюдать такое сооружение. Протвиженностью 1300 метров. именно под резиденцией митрополита. Ну что ж, мы продолжаем наше движение. Вот. Давайте с нами. И вперед. Вот они, друзья. Наши солевые отложения. Прямо я бы сказал так. Опа бездны. Поглощающая. Вот такие, друзья, солевые отложения. Вот можем убедиться, болты полностью обросли. Все это стекает. Стекает со стены. И медленно падает на землю. Так, Артур маякнул. Впереди нас ожидает какая-то неожиданная встреча. И, друзья, вот он. Вот он проезд. Вот они рельсы, по которым двигались вагонетки. Ну, друзья, еще одно мощное солевое отложение. Все течет. Здесь у нас более крупная труба. Очевидно, строители все-таки инженеры продумали этот вариант. И сделали тут более активную дренажную систему. Более крупный ствол. Ну, и наблюдаем, как растут наши сталактиты. Давайте, друзья, заглянем в эту трубу. В эту копающую трубу. Здесь мы наблюдаем еще одну трубу. С которой так же вытекает что-то. Сам ствол намного шире, друзья. Железная перегородка. Ну вот, друзья, наблюдаем мы такое отверстие в стене. Здесь у нас труба, выходящая на улицу, наружу. Беет сильный оттуда ветер. Бьет такой поток прямо воздуха. А здесь, друзья, внизу под трубой такие вот отложения ржавые. Ржавые отложения. И, друзья, как вы думаете, кто? Логушка. Логушка, привет. Привет. Скрято вас, друзья. Такая разновидность очень древней редкой логушки. Называется ржавая логушка. Ну, а мы продолжаем свой путь. Интересно, друзья, такой карниз. Мастер-класс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну что ж, друзья, АСКВ это скорее всего скважина, друзья, в данном случае у нас 21-я скважина, которую мы наблюдаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И одна доска, которая уцелела, которую, видно, еще не сорвали. Доска, которая удержалась. Двигаем дальше. Приблизились мы, друзья, приблизились мы, друзья, к скважине номер 18. Скважина работает и помалу-помалу отводит воду. Друзья, гул все нарастает, очевидно, мы приближаемся все-таки к выходу. Интересно, друзья, в одной из секций у нас имеется вот такая вот распиленная металлическая шпала, согнутая, неприкладная болтами, и такой вот кусочек дерева. Очевидно, что здесь имела место вот такая вот сбитая из досок секция. Семнадцатая скважина. Очевидно, что эти скважины бурились где-то сверху. И хочу заметить, друзья, насколько точный был расчет, чтобы попасть с такой высоты, над нами очень большая гора, в такой маленький туннельчик. Скважина номер 16. Еще одна интересная скважина, друзья, просто обросшая, стала ктидами. Ну вот, друзья, мы имеем дело с обильно капающей водой. Данная скважина 13. От нее практически ничего не осталось. Мы видим остатки трубы, которая просто заросла. И настоившийся бетон, который когда-то это держал. Висел когда-то. Вот он уже... Хрюк арматуры, да? Да. Это все обваливается. Какая-то дощечка придерживает это все дело. Скважина номер 8. Что хочу заметить, друзья, все камушки, которые попадают вот в воду, со временем обрастают солью, соляным налетом и превращаются вот в такие вот шарики. А круглые формы они только потому, что они постоянно, постоянно вращаются. Так как вода имеет небольшое течение, эти камушки вращаются и обвалкиваются вот такой вот солью. Ну, почти идеально круглой формы. Такие вот камушки. Интересно, друзья, нарост прямо на шпале. Довольно-таки интересный. Такого прозрачный. Прямо такой кокор. Музыка Krise кокоррик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписываемся на канал, ставим лайки и всем пока!